Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать ESP32-S3 в его окружении с помощью Development Kit от компании Frenova. Помогает нам в этом Яндекс браузер и Яндекс переводчик. В предыдущем видео мы с вами рассмотрели вопрос как управлять с помощью интерфейсов светодиодной rgb но в данном случае с 28 12 адресной лентой вот мы это дело научились и сегодня будем пробовать управлять базером базер это пищалка в данном случае раз им надо управлять я так думаю что это будет какая-то пассивная пищалка но давайте попробуем давайте переводчик я сейчас открою где у меня тут переводчик вот переводчик в этой главе мы будем управлять зиммером чтобы он издавал различные звуки с помощью сенсорного экрана ну как я вам уже говорил во второй в первой части мы просто там звуки издавали камеру включали а во второй части мы уже пытаемся под все это дело прикрутить интерфейсные какие-то вещи которые мы пользуемся с помощью тачскрин сенсорного по нашему 2 и 8 дюйма экрана в коде мы используем матричные кнопки вращателей флажки для взаимодействия со встроенным зиммером так это мы просто пойдем уже не будем переводить мыть но хардвара коннекшен это аппаратное подключение вот у меня соответственно красным шнурочком подключено скетч это соответственно программа написанная в arduino id так и когда меня спрашивают как это так ты 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 я там как не так учу ребят игру не учу я сам просто демонстрирую как я получаю информацию вот собственно и все никого я ничему не учу сам учусь рад этому и но как бы это так он трубцы контролу и это горяч так вниз контрол ц копирует что-то на меня иногда фокус не берет вот так вот у нас будет выглядеть как вот здесь на картинке я тут за одну печатаю для нашего лабораторного блока питания всякие коробочки. Я пока к самой простой. The checkbox controls the buzzer to sound or off. The spinner controls the duration of each sound in milliseconds. The matrix keyboard controls the buzzer to make different sounds. The following is the program code. Ну, ниже, да, там этот программ-код, да. Ниже, проведем программный код. The following is the program code. Так, ну это мы много раз уже смотрели с вами, да, что здесь есть что. Так, мы пробежимся только... The declaration file about the buzzer interface and driver is the SBLO. Нашли ошибочку. Вот 2W. Файл описания интерфейса и драйвера зумера проведем ножи. The declaration file about the buzzer interface and driver is as BELO. Ну, вот это озвучим, это новое. Define the pins for the ESP32 control buzzer. Control buzzer. Да. Определите контакты для управляющего зумера ESP32. Pin buzzer 45, ну понятно. Define the pins for the ESP32 control buzzer. Define the PWM channel for ESP32. Ну, это вот определить... Define the PWM channel for ESP32. Определите шинканал для ESP32. Define the PWM channel for ESP32. PWM, да? Вот так. Define the resonant frequency of the buzzer. Определите резонансную частоту зумера. 1 килогерц у нас получается. Define the resonant frequency of the buzzer. Кило это 3,0. 10 в 3. Вертикальная структура пользовательского интерфейса. Продуманная. Так. Здесь будет. Так, так. Что здесь? А, include second main UI. Sound Restriction. Ну, Sound Restriction. Это продуманная. Это вот. Это. Так, 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 так. Ничего. Параметр configuration function of the sound screen. Write code pictures. Да, это тут мы цвета какие-то. Коды sound. Mb. Vt. Home. Много-много всего. Мы все равно все не... Вот они идут. Static const char. Вот они, да? Ду-ре-ми. N-N. Что-то фа-си. Базер. Initialization. 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 База Initialization. Initialization. База Initialization. База Initialization. База Initialization Function. База Initialization Function. Функция инициализация зомера. Вот и все. База и нет. Так. Control the buzzer to emit a sound at a specific frequency and last for 10 milliseconds. Управляйте зомером так, чтобы он издавал звук с определенной частотой и ввести по времени 2 секунды. Так. Control the buzzer to emit a sound at a specific frequency and last for 10 milliseconds. Управляйте зомером так, чтобы он издавал звук с определенной частотой и ввести по времени 2 секунды. Control the buzzer to emit a sound at a specific frequency and last for 10 milliseconds. Управляйте зомером, чтобы он регулярно издавал звук определенной частоты. Control the buzzer to emit a sound at a specific frequency regularly. Control the buzzer to emit a sound at a different frequencies. Control the buzzer to emit a sound at a specific frequency and last for 10 milliseconds. Control the buzzer to emit a specific frequency and last for 10 milliseconds. Ну, это мы увидим, скорее всего, вот этот байзер, да? 25 на 15 будет. Создайте флажок и установите его положение, а также отображаемое содержимое. Create a checkbox and set its position as well as the display content. Create ESP, set its range to 40 000, and display in A4, digit integer mode. Создайте счетчик, установите его диапазон равным 40 000 и отображайте в режиме четырехзначного целого числа. Create a spinner, set its range to 40 000, and display in A4, digit integer mode. Ну, посмотрим заодно, что такое спиннер. Я под спиннером какой-то крутящий. Create a button on the left and right sides of the spirit or just the spinness value, and associate it with the corresponding playback function. А, счетчик они говорят. Добавьте два кнопки на левой и правой сторонах счетчика, чтобы настроить значение счетчика, и свяжите его с соответствующей функцией обратного выжива. Создайте матричную клавиатуру и задайте ее отображаемое содержимое, размер и положение. Create a matrix keyboard inside its display content, size and position. Вот так она делается. Вообще, вот научиться делать свои графические интерфейсы, это очень важно. Checkbox, matrix keyboard, and home button callback associated functions, which associates these controls with corresponding callback functions. О, все что ли? О. Функции обратного вызова связаны с ложкой матричной клавиатуры и кнопкой home, которые связывают эти элементы управления, с соответствующими функциями обратного вызова. Checkbox, matrix keyboard, and home button callback associated functions, which associates these controls with corresponding callback functions. Ну что, давайте пробуем. Пока грузится, мы посмотрим 21 главу. Она функционально последняя. Так, давайте. Сейчас мне надо будет опять все тут пере... А может быть, так... Нет, не так я начал. Сейчас, секунду, ребята. Так, заходим вот сюда. Sketch. Ага, базер. Ну, еще две главки у нас будут, да? Так, это я закрываю. Так. Сейчас у меня загрузится, да? Это я закрываю. А вот это у нас. И, наверное, потихонечку... Вот мы пойдем еще и ESP32-S3. Я пойду изучать. И потом, вот всякие примерчики, мы попробуем сюда в графические интерфейсы, чтобы чисто практикой подтянуть теоретические знания свои в этой части. Как пользоваться вот этим, значит, дисплеем. Ну, и будем наваливать еще другие всякие дисплеи, чтобы у нас, ну, хотя бы не был выбор оборудования. Хотя это не обязательно. Можно на одно сесть и, в общем, на него сидеть. Вот. Ну, лучше иметь два-три, чтобы быть независимым. Так. Входим в инструменты. Плата. ESP32. DEV модули. Module. Вот так надо говорить. Module. DEV module. Так. Инструменты. Порт. Порт у нас будет какой-нибудь 15-й. Так. Ну, все. Вот она у нас стала черной. Вам тут не очень хорошо видно. Вот я сейчас вам вот так вот даю его. Так. Ну, и как всегда, у нас очень долго будет грузиться. Так. А может быть и нет. Вот у нас SoundUI ЦПП и SoundUI этот самый будет. Так. Ну, пускай она тут компилируется, а мы пока 21-ю главу посмотрим. In this chapter, we put together several of the previous examples, ESP and comprehensive routine. Так. Это может быть завтра попробуем. И все. Это мы как бы завершаем. Потом будем как-то тематически это все делать. В этой главе мы сведем доедино несколько предыдущих примеров в качестве всеобъемлющей процедуры. In this chapter, we put together several of the previous examples as a comprehensive routine. То есть это даже у меня был не изучающий такой курс, а ознакомительный, да? Поскольку... Список компонентов. Да, component list. Component list. Значит, это у нас в следующий раз будет. Соркет. Все. А, ну здесь мы просто зальем и все. Да, и особо без... Так какие-то будут крупные пояснялки. Так, так, так. Ну, много, достаточно большой код, много пояснений. Мы их, наверное, пробежимся, чтобы понимать. Да, что мы... Ну, в общем, да. Не то, чтобы... Компьютер софтвара. А в этом... И в 22-й... Ага. Ну, та же 22-я, только что же... Нет, это будет следующая. 21-я глава. А, та же глава, только еще один подраздел софтвара степс фаренового лога. Так, так. Пайтон надо будет установить. У меня установлен. Так, так. Ситапос аксессуали. Так. А, и вот мы, да, мы смотрели... Мы установим вот ихнюю вот такую вот штуку, которая будет позволять нам что-то с ихней платой делать. Так, сколько уже там? 229, почти 30 страниц, как... Так. Мы потом откроем ихнюю... Так, пока еще догрузятся. Ну, ладно. Это с видео что-то мы тут будем. Sometimes the poor wi-fi сигнал transmission We file may receive missing bytes Please delete the silent Receive at IP Надел же нам на receive bytes Это же норма. Ватс нет. А, если мы хотим, а, ультимейт туториал. А мы не ультимейт, да, еще есть вот такой. Вот, давайте, да. Мы пройдемся еще раз ультимейтом, только быстрее. Вот, может быть, без русского перевода. Или наоборот, без озвучки, только с английским. Потому что это должно быть, ну, похоже. Ну, давайте, да, закончим это и пойдем в ультимейт. Но уже этот курс будет такой не основной. Ну, вот, а такой вспомогательный. Ну, все, мы очень близки к завершению. Так, что... А, все, ребята, все загрузилось. Давайте попробуем, да. Так, у нас все загрузилось. Ну, и что? А, включить надо. Ну, то есть, плавности пока нет. Ну, вот такая вот штучка прикольненькая, да, получилась. Все, давайте до завтра. Завтра уже мы пойдем, что делать, мультифанкшнали. И потом софтвар загрузим через еще раз. Ну, все, давайте, да. На этом все. Медленно, но уверенно идем к финалу. И потом запустим новое, да. Но на самом деле надо уже брать какой-то экранчик и пытаться самим чего-то там сделать. Может быть, на этой основе. Все, на этом все. Давайте до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok